Добрый день, друзья! Я хочу сегодня поделиться с вами одной мыслью, очень важной. Что может сделать Бога глухонемым по отношению к нам? И когда люди говорят, что Бог меня не слышит, или Он мне не отвечает, то я уверен и знаю, что есть причины, по которым Бог не отвечает людям. Апостол Яков говорит, что мы, бывает, молимся и не получаем, потому что молимся и просим у Бога чего-то не на добро, а во зло себе. Только Бог знает, что мы получим и что из этого произойдет в нашей жизни. Какой будет результат от того, что Он нам даст? Если Господь видит в нашем сердце препятствие к получению ответа от Него, то Он нам его не будет давать по причине того, что нам это может навредить. Но самое большое препятствие в нашей жизни в отношении с Богом является идолопоклонство. Бог говорил через пророка Языкиля, что мой народ обращается ко мне, но могу ли я ему отвечать, если у них в сердце идолы, если они поставили перед собой преткновение, и я не могу им отвечать по причине того, что они уповают на идолов, из-за того, что они поклоняются истуканам, потому что они уповают на них и ожидают от них помощи, как я могу им отвечать? И вот в нашей жизни есть очень много невидимых идолов, которые мы построили в своих сердцах. Мы уповаем на деньги, мы уповаем на людей, мы уповаем на свое здоровье, мы уповаем на какие-то еще материальные ценности. Люди делают идолов из каких-то ценностей, земных ценностей. Даже идолами могут стать дети, музыкальные инструменты, работа, бизнес, драгоценности. Сами прямо деньги могут стать идолами. И, конечно же, эта проблема очень огромная, потому что человек тогда не может достучаться к ним в небеса. Тогда Бог не может отвечать в его жизнь, потому что Господь, Он говорит, «Блажен человек, в чьем сердце стези направлены ко мне, в чьем сердце упование на меня, говорит Бог». Потому что тогда Господь действительно, в виде нашего упования, Он посылает свои ответы в нашу жизнь. Я хочу вас сегодня ободрить и вдохновить и сказать, что удалите из своего сердца любых идолов, которые могут стоять на вашем пути в отношении с Богом. Если вы от чего-то не готовы, если Бог попросит, разумеется, освободиться, то это и есть ваш идол. То есть это как раз те вещи, которые нас очень сильно связывают, привязывают, и мы попадаем в зависимость от этих материальных ценностей, от вещей этого мира, от вещественных начала этого мира. И тогда, конечно же, Господь, Он будет стоять на пути препятствуя нам именно в нашей жизни. И мы не можем тогда получать благоставение, потому что Господь, Он благоставляет тех людей, которые живут для Него, которые уповают на Него, которые молятся и доверяют Ему. Поэтому сейчас я хочу за вас помолиться. И пусть Бог откроет вам, покажет вам, что в вашей жизни есть как идол. Возможно, кто-то сегодня из вас продолжает обращаться к нечистым духам, занимаясь оккультизмом, читая всевозможную литературу, которая приводит вас в духовном мире не к Богу, а к любым другим личностям, духовным или же физически видимым. Поэтому сегодня я хочу, чтобы вы освободились также от этого упования. Не уповайте на людей, какими бы они не обладали способностями сверхъестественными. Не думайте, что это есть сила Божья, великая сила Божья. В Евангелии написано, что был такой Симон Волф, который волхвовал перед людьми, и они удивлялись, изумлялись, написано. Но когда пришел Филипп и благовествовал об Иисусе Христе, о Царстве Божьем, то тогда все побросали своих идолов и пошли за Филиппом, оставив Симона Волфа. И сам Симон обратился ко Христу, когда увидел, что Евангелие имеет большую силу, чем он. Поэтому сейчас нам нужно посмотреть не на то, что мы получаем, лишь бы помогло, как люди говорят, лишь бы помогло. Имеет значение, кто помог, как помогло. Поэтому сегодня я хочу, чтобы вы понимали, Бог наш помощник, скорый помощник в бедах. Господь наш Целитель, Он наш Обеспечитель. И уповать нужно не на деньги, не на свою работу, не на свое здоровье, не на людей этого мира, а на Бога Всемогущего. Потому что мы можем в один день потерять все. Но если у нас есть вера в Бога, если у нас есть с Ним взаимоотношения, тогда мы продолжим свою жизнь, и мы будем благословением. Аминь. Если вы сейчас слышали это слово и понимаете, что это вас касается, что если между вами и Богом стоит какой-то идол, то помолитесь вместе со мной, чтобы этот идол разрушился, чтобы он пал, и чтобы вы получили полную свободу в отношениях с Богом. И после этого я помолюсь за ваше исцеление. Если в вашем теле есть болезнь или какие-то нерешимые проблемы, я хочу помолиться о вас, чтобы Бог помог вам в этом, во имя Иисуса. Боже, благослови сейчас каждого человека, кто со мной молится. Я молю тебя, Господи, чтобы их сердца открылись, и они увидели, что является идолом для их жизни, чтобы они могли от этого избавиться, освободиться и посвятить свою жизнь тебе. Чтобы, Господь, ты всегда мог отвечать им, чтобы ты всегда слышал их молитвы, Господь, и чтобы ты не был глухонемым для этих людей, во имя Иисуса. Я прошу тебя, Господь, благослови. И сейчас особенно молюсь о тех, кто болен, о тех, кто сейчас связан какой-то проблемой. Я прошу тебя, чтобы сила Духа Святого наполнила их комнату, их место, где они сейчас смотрят эту молитву, слушают меня во имя Иисуса. Я прошу тебя, сойди, Господь, Духом Своим Святым. Войди, Господь, в их жизнь, в их душу, тело, Господь, в их обстоятельства и сокруши дела дьявола. Я провозглашаю жизнь, я провозглашаю исцеление, я провозглашаю свободу. Я верю, Господь, и знаю, что сила у тебя, Господь. Ты принес свободу в этот мир через жертву своего Сына Иисуса Христа. И поэтому молю тебя, Господь, об этих драгоценных людях, за которых ты отдал свою жизнь. Исцели, Господь, Исцели, Господь, каждого человека, чтобы их сердца, их души, их тела были полностью здоровы. И я сегодня провозглашаю разрешение ситуации, обстоятельств. Я провозглашаю изменение, перемену в жизни этих людей во славу Твою, во имя Иисуса, чтобы, Господь, с этого дня их жизнь, она прославляла Тебя, наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я верю, друзья, что во время молитвы Бог исцелил чьи-то суставы. У вас был полиартрит. Бог касается вас прямо сейчас. Будьте исцелены во имя Иисуса. Именно хрящи суставы были поражены, но Бог исцеляет вас прямо сейчас. Будьте исцелены силой Духа Святого. Будьте здоровы. И также проблема с кровью. Бог исцеляет вашу кровь, ваши кровяные телеца во имя Иисуса, кровотворные органы, и происходит полное восстановление вашей формулы крови во имя Иисуса. И ваше тело возвращается в жизнь. Приходит свобода от всяких симптомов, проблемы с кровью во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены. И также я верю, что у кого-то, кто-то ВИЧ-инфицирован, будьте сейчас исцелены во имя Иисуса. Я провозглашаю свободу от этой болезни. Будьте полностью исцелены силой Духа Святого. Бог любит вас и исцеляет вас. Пусть Бог благословит вас. Следуйте за Господом Иисусом Христом. И вы войдете в Царство Небесное. С миром Божьим. Аминь.